Имеет ли расписка юридическую силу? С вами Тарас Юрист на моем канале. Это один из, наверное, очень-очень-очень часто задаваемых мне вопросов. И в данном видеоролике я постараюсь на него ответить. К примеру, вы хотите дать в долг кому-то деньги. Вот так вот случилось. И как себя подстраховать, как подтвердить тот факт, что вы передали действительно деньги человеку? Для этого вы имеете полное право потребовать с того человека, которому вы даете в долг, письменную расписку. Если данная расписка будет составлена правильно, то у вас будет право и возможность, самое главное, подать в суд и попробовать взыскать с вашего должника денежные средства по данной расписке. В расписке должна быть указана фамилия, имя, отчество человека, который берет у вас в долг. Обязательно должна быть указана дата составления данной расписки и желательно паспортные данные данного человека, кем, когда выдан, и остальные реквизиты паспорта должника. Кроме этого, не мешало бы в расписке указать и его идентификационный код. Обязательно указывается та денежная сумма, которую вы даете в долг. К примеру, это 10 тысяч гривен. Вы обязательно в скобках за цифрами прописываете письменно 10 тысяч гривен. Ну, я думаю, это понятно всем, зачем это делается, чтобы кто-то не перерисовал какие-то нолики. Естественно, в данной расписке надо указать, у кого взяты данные денежные средства в долг. Кроме этого, обязательно необходимо указывать тот срок, в течение которого вам обязуются вернуть денежные средства. Если такая информация не будет указана, я тоже сталкивался с такими расписками, как юрист, необходимо будет сделать такую достаточно несложную процедуру. Отправить письмо должнику о том, что вы просите вернуть денежные средства. И только после этого вы имеете право подавать иск в суд о взыскании денег. Обязательно на расписке надо указать дату и подпись. Человек, который берет у вас в долг, расписку пишет от руки. Не надо ее печатать на компьютере. Очень часто задаваемый вопрос, надо ли расписку заверять у нотариуса. Нет, это делать не надо. Это и так является документом. Кроме этого, нотариусы не имеют права заверять расписки. Присутствие свидетелей при составлении расписки тоже не является обязательным. В описании к данному видеоролику я составил расписку. И вы сможете ее использовать для себя в качестве примера. Если расписка будет составлена правильно, то вы сможете всегда подать в суд. И данный суд примет решение за вас. Но тут, друзья мои, возникает другой вопрос. Очень часто, как показывает моя практика, после подачи исков в суд на должника по расписке, мы получаем на руки решение суда, обращаемся в исполнительную службу, а в дальнейшем у данного должника никакого имущества нет и решение суда нельзя исполнить. В завершении данного видеоролика я дам два моих совета как юриста. Первый совет. Давайте в долг ровно столько денег, сколько вы готовы потерять. Второй совет. Если вы в долг даете значительную сумму, то обязательно себя подстрахуйте у нотариуса. Как это сделать? Необходимо, чтобы у того человека, который берет у вас в долг, было какое-то недвижимое имущество. И у нотариуса, в свою очередь, вы можете составить договор ипотеки, либо договор залога. И в случае неисполнения своих обязательств должником, вы сможете обратиться в суд, либо еще каким-то другим способом попробовать забрать имущество у должника, подстраховав себя от возможного невозврата денежных средств. Если вам нужна моя помощь как адвоката в представлении интересов в суде, либо вы хотите получить мою консультацию, вы всегда можете связаться со мной по ссылке в описании к данному видеоролику. И конечно, если данное видео понравилось вам, пальцы вверх ставите, на канал не забывайте подписываться. А если вы уже подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Благодарю за внимание. Пока-пока, друзья.